В 16 часов в Одессе, в прямом эфире седьмого новости, в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. В доме Гоголя потоп в знаменитом здании обвалился потолок на втором этаже. Сквозь огромную дыру во время дождя в большой зал хлынули дождевые потоки. Пострадала и уникальная стрийная лепнина на потолке. Она не выдержала напора воды и рухнула. Детали в сюжете о Юлии Федоровой. Полы памятника архитектуры 19 века в огромных лужах. Водой залитый подвал, помещение на втором и на первом этажах. Промокло всё. Сводчатые потолки, мраморные винтовые лестницы, роскошная лепнина и фигурный паркет. Дыры сквозные уже. Просто видно небо. И здесь, и там, и внизу. Вымыло просто песок, доски. Всё рушится, видите. Квартира Валентины Скринник расположена под флигелем дома Гоголя. Потоки дождевой воды сквозь общую стену пробиваются и к ней. Вместе с двумя детьми она всю ночь черпала воду. Сначала спасала дом Гоголя, потом свою квартиру. Оно просто течёт рекой. У меня на кухне течёт рекой. История спасения дома Гоголя началась давно. Чиновники постоянно обещали его отреставрировать. Но прошёл не один год, ничего так и не изменилось. Дом Гоголя продолжает разрушаться. Никого из чиновников и коммунальщиков на месте нет и сегодня, когда в доме обвал и потоп. Сотни квадратных метров легендарного здания остаются затоплены. Вот оно там рухнуло, а теперь там просто дыры. Просто дыра. И оно вымывает все перекрытия, всё вымывает. Старинный дымоход в доме Гоголя рухнул ещё прошлой осенью. Камни пробили крышу и теперь во время дождей вода течёт прямиком в дом, вымывая межэтажные перекрытия. Вот я стою, выгребаю, пока дождь идёт, потому что набирается моментально. Там тоже уже видно небо в дырочку. Оно просто течёт хуже, чем на улице. Построенный в 1846 году дом со сквозными дырами в крыше и на потолках может не пережить дождливую осень. Большую часть интерьера старинного здания не спасти уже сейчас. Ну а я напомню, вчера Одессу затопило всего за 10 минут. Накануне вечером прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. Подтопило проспект Шевченко, некоторые улицы на Молдаванке, а также частично Пушкинскую, Балковскую, Бреуса, Говорова и Филатова. Когда сильный дождь, когда он короткий и сильный, затапливая сразу. Это ненормально, это не чистят ливнёвки. Я лично с работы вышел, у нас есть ливнёвка, я её от листьев прочистил, но вода туда не уходит, потому что она уже где-то в другой месте забита, и вода идёт наверх. Я пошёл на тренировку в шортах, и сейчас грязь, и возвращаться вообще. Хорошо, что я хоть повезло, что случайно оказался с собой дождевик. Я пошёл пешком, потому что там на Пушкинской и Ришельевской полностью затопило. Машины стоят по колёсу воды просто. Ну и как обычно, вечером дождь спарализовал движение в центре Одессы. Как раз в час пик вода сошла, движение транспорта восстановлено. Но и на сегодня синоптики снова прогнозируют дождь. В Одессе около 7 часов утра автомобиль провалился под землю. Произошло это на пересечении улиц Левитана, Ильфа и Петрова. Водитель зелёного «Жигули» угодил в яму, её разрыли для ремонта теплотрассы. Сами трубы не повреждены. Целая машина, виновника происшествия. А в патрульной полиции говорят, что пожилой мужчина был на веселе. Водитель 65 лет находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно тесту, 2,5 промилле алкоголя в крови. Материалы оформлены. Автомобиль доставлен на арестплощадку. Всё, что необходимо, составлено. Материалы будут направлены в суд. Водитель пояснил, что ехал с дня рождения сына. Сам водитель уверяет, что просто не заметил яму и ограждение. Поддерживает мужчину и его жена. Автомобиль достали из ямы только к полудню. К слову, здесь уже около недели никак не закончат ремонтные работы. Поэтому часть проезжей части перекрыта металлическими конструкциями. Скандалом с принудительной дезинфекцией судей закончилось рассмотрение жалобы в Одесском апелляционном хозяйственном суде. Во время процесса активисты облили их зелёнкой. С места события Игорь Хмурый. Мы пришли и говорим, что приблизительно 100 человек. Ну, уже на 100 человек это на громаду. На улице люди? Да, на улице ещё близко сотни. И это студенты, которые не хотят отдавать свою стипендию за порт в каком-то чудаке. Предприятие должно работать, а не подготиться. Мы должны работать. Это, не знаю, наш апостолат. Мы должны молиться на такие производства, которые ещё работают. Их осталось три в Одессе, великие производства, которые работают. И вы их все грабите, все. И из ваших молотков они выходят на опцию. Вокруг Одесского НПЗ скандалы вертятся уже не первый год. Сегодня их стало больше. Представитель одной из компаний, которой завод должен денег, подал апелляцию на решение первой инстанции. Две компании, зарегистрированные в Кипре, заявили креаторские вымоги на сумму понад 14 миллиардов гривен. И эти их вымоги были признаны судом первой инстанции. Мы считаем эти креаторские вымоги незаконными. Они документально не подтверждены. И в случае залишения этих креаторов в комитете креаторов, або люди, которые контролируют эти две кипрские компании, получают полный контроль над Одесским нафтопереродным заводом. Заседание изначально решили перенести по причине неявки одного из главных фигурантов, арбитражного управляющего, которого государство назначило руководить процессом банкротства НПЗ. Но сперва стороны договорились рассмотреть ходатайство. Не вышло. Третий вопрос. Какими документами должен подтверждаться креаторская заборгованность за договорами-позиками, укладенными между двумя объектами с подарюванием, что не есть финансовыми установками? Хватит уже обворовывать народу. Хватит. Курченко еще 14,5 миллиардов решили. Мы уже знаем, какое решение вы хотите прийти. Мы будем громаду, будем решать. Больше не пенсию, деньги взяли с вами. Сумма известна. Мы вам сейчас котлет нанесем. Вы любите, вы мне. Киев с грудью. Киев с грудью. С маслом. С маслом, жерком, где надо. Началась перепалка. Судьи решили объявить перерыв и попросили полицию не пускать в зал активистов после его окончания. После перерыва активистов все-таки пустили. Зачитывание ходатайств продолжилось, но недолго. В ход пошла зеленка. Это вы меня толкнули, ну что? Я не стрелял, ну чего? Смотрите на камеру. Смотрите на камеру. Вот шприц, ребята. Вот у него шприц, я видел, как ты с тебя... Я не стрелял, что... Давай, смотрите на камеру. Чего? У него. Смотрите, вы меня толкнули на... Вот мои руны. В итоге судьи объявили перерыв и пообещали следующее заседание провести в закрытом формате. А сторона защиты и вовсе обвинила оппонента в организации срыва заседания. К нам с разных источников поступала информация накануне о том, что наши оппоненты, ввиду того, что их правовая позиция в этом деле слабая, готовят вот подобного рода акции. Гражданские активисты с закрытым форматом заседания не согласны и сдаваться не собираются. Того же, кто убил судей зеленкой, говорят, в глаза раньше не видели. Игорь Хмурый, Алексей Пережилин, 7 канал. Убил ради жилплощади. Житель Одесской области задушил пожилую женщину, чтобы завладеть ее домом. Одинокая старушка подрабатывала гадалкой. Рассказать о будущем по картам она предложила и молодому человеку. Парень на протяжении года приезжал к женщине на магические сеансы, а сам тем временем начал собирать документы, чтобы оформить недвижимость на себя. Во время очередного визита мужчина убил хозяйку дома. Какое-то помутнение. И я встаю, иду сзади нее, и рукой за горло схватил и придавил сильно. Полминуты, или минуту, или меньше, больше, я не помню. И мы упали. И я понял, что я его лишил жизни. После преступник забрал мобильный телефон и обручальное кольцо. Тело женщины он завернул в ковер и спрятал в сарае на улице. Но затем попытался скрыться, уехать якобы на заработке за границу. В международном аэропорту Борисполь сномышленник был задержан и доставлен в милинский отдел полиции. Во следующем ему сообщено подозрение в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения ареста. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. У него есть жена и двое малолетних детей. В Одессе СБУ раскрыла сеть по продаже поддельных и контрабандных лекарств из России. По предварительным оценкам стоимость конфиската более 2 миллионов гривен. Правоохранители провели обыски в одной из региональных аптечных сетей. Обнаружили огромное количество фальсифицированных лекарств, произведенных в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях. Также оперативники изъяли более 800 тысяч гривен неучтенной наличности. СБУ вместе с пограничниками задержали запрещенный груз. В районе Любашевки на трассе Киев-Одесса правоохранители остановили автомобиль «Ман». Внутри обнаружили более двух с половиной сотен коробок с табачными изделиями марки «Минск». Стоимость сигарет оценивают в 4 миллиона гривен. Товар изъяли и передали в фискальную службу Одесской области. В Саратском районе теперь есть современная спортивная площадка. На нее уже положили глаз будущие чемпионы. По словам местных учеников, теперь им будет легче побеждать в баскетболе, футболе и других видах спорта. До этого детям заниматься было негде. Новая спортивная площадка с безопасным покрытием, ограждением, футбольным и баскетбольным оборудованием. Теперь это все принадлежит ученикам Саратской гимназии номер один. Игорь и Леша несколько лет занимаются баскетболом и хотят стать профессионалами. В прошлом году впервые побывали на соревнованиях и сразу победили. Мы заняли в районе первое место. В этом году надеемся занять там первое место и поехать на область. А если область выиграем, едем на Украину. А там уже как получится. Инициатива местного руководства. Три месяца строительных работ, полтора миллиона гривен. И теперь ребятам станет легче бороться с конкурентами. Она поможет нам улучшать наши навыки. Тренировки лучше будут. Плюс уже в школе, на уроках мы сможем ходить свободно тренироваться. Потому что в спортзале там не очень-то удобно. Не было вообще никакой площадки. С щитом не было нормальных. А так все построили, все отлично стало. А пока эти школьники собираются покорять большой спорт, у них уже появились верные болельщики. Это был вообще кошмар. Но когда сделали эту площадку, мы здесь начали выступать. Это просто класс. Мы все хотим быть здесь группой поддержки. И все любые команды Саратова. Спасибо! Новому спортивному полю радуются и малыши. Обещаем, что будем заниматься, подтягаться, отниматься, силы, спридности, набраться и здоровыми ростить. Крайшее место от початка нам в школе не найти. Спортивная площадка – не единственная радость местных. За последний год Саратский район во многом преобразился. Мы видим, когда гривня перетворится в гривню. Когда гривня перетворится в этот зал, в новую библиотеку, в новую амбулаторию, в новый медицинский заклад и так далее. Это означает, что на самом деле за 25 лет мы могли видеть больше и отримать больше. Только благодаря определенной безответственности людей мы этого, на жаль, не имеем или нет. И я дуже тишусь, что на раще цей поступ, рух перед пи-шоу. Ирина Рогозянская, Валентин Мирза, Седьмой канал. В Одессе появится первое общественное вещание. Представители национальной телекомпании Украины хотят помочь филиалам в регионах перейти на новый формат. Обсудить детали специалисты приехали и в Одессу. Уже с 1 января следующего года структура может получить соответствующую законодательную базу. Мы приближались до завершения первого этапа перетворения. На этом первом этапе имели все эти 30 субъектов, то есть все ДТРК, областные государственные телерадиокомпании, объединяются с разом национальной телекомпанией и радиокомпанией. И на втором этапе уже эти компании будут перетворяться в публичное акционерное товариство «Национальная Суспольная Телерадиокомпания». Переходить на новый формат вещания помогает тренинг-центр. Мастер-классы проводят отдельно со всеми фокус-группами – журналистами, редакторами, монтажерами, операторами и другими. В ближайшее время мы рассматриваем за счет наших партнеров проведение тренингов не по принципу сбора у нас в Киеве, а с выездом на место. Это уровень подготовки, уровень какого-то понимания того стандарта, который должен быть. Представители наблюдательного совета также отметили, что сегодня уже работает так называемый «Суспильный ньюз». Так, центральный киевский ньюзрум следит за всеми сюжетами, которые выпускают региональные филиалы. Но главной проблемой остается финансирование вещания и качество покрытия в некоторых районах Одесской области. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Больше информации в 18 часов. Не переключайтесь.